МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». Об основных событиях понедельника и минувших выходных расскажут наши корреспонденты и я, Родион Архипов. Сегодня отмечается одна из важнейших дат в истории России – день полного снятия блокады Ленинграда. 872 дня город на Неве находился в кольце фашистских войск, но не сдался врагу. За это время от голода и болезней погибли, по разным данным, от 600 тысяч до полутора миллионов человек. Около полутора миллионов жителей были эвакуированы. Среди них Раиса Григорьевна Жирнова. Семья Раисы Григорьевны, тогда Раечки Ошариной, переехала в Ленинград из Саратовской области, спасаясь от раскулачивания. Родители устроились на химзавод, жили там же, на рабочей окраине. Уже осенью 41-го пришлось перебираться в центр города. По средней рогатке проходила линия обороны. Была трехкомнатная квартира. Я хочу сказать о порядочности, культуре жителей Ленинграда тех времен. Ни ропота, ни ничего. Война есть война. И нам дали комнатку маленькую, и мы поселились в этой комнатке. И вот когда мы переехали в эту комнату, и вот тут начались вот такие обстрелы, такие страхи, частые тревоги. И что подходила осенью, подходили холода. Вышел из строя водопровод, за водой я ходила на Неву. С маленьким бетончиком трехлитровым ходила на Неву, недалеко было. И в это время, значит, собирались все на Неве, был прорубь. Я была маленькая, я боялась упасть. И я ложилась, ложилась, черпала. Конечно, там у меня неполное было, приходилось ходить несколько раз. Раиса Григорьевна часто встречается со школьниками, рассказывает, как жил осажденный Ленинград. И семилетнему внуку папа объяснил его бабушкой-героине. Теперь Ванечку интересуют подробности. Но каждый раз Раиса Григорьевна долго подбирает слова. О том, что довелось увидеть 11-летней девочке, и рассказывать страшно. Папу обязали на машинах вывозить трупы умерших людей на окраину города. И вы знаете, люди шли-шли и падали. Прямо падали. А остальные жители на саночках, в белых простынях заворачивали и тоже везли. Ну, указанное место. И вы знаете, после вот такой работы с ним стало плохо. С ним стало плохо, и он попал в больницу. На него одели смирительную рубашку, привязали к кровати. И, в общем, у него с головой очень плохо стало. Вот так и жили. Боялись, сходили с ума, пухли от голода, но не сдавались. Последнее, связанное с Ленинградом переживание – дорога жизни, по которой в апреле 42-го последней колонной Раечку с братом и мамой вывезли из блокадного города. Долго-долго мы ехали, но все ехали. И потом в один момент мы почему-то толкнулись сильно. Колеса коснулись земли. Тут, значит, мама нас открыла. Смотрим, и солнышко закатывается, солнце. А мы только добрали за целый день до земли. Мы вышли. Она опять сказала, ребятки, посидите на узелках, я пойду оформлять документы. Оттуда идет, несет вот такой пакетик сухарей, немножко печенья и шоколад. И она говорит, ребята, много нельзя сейчас есть. Вот вам только, значит, вот половина сухарика, печенья, потом будем кушать все. После войны Раиса Григорьевна окончила Саратовский институт, уехала в Марийскую республику, потом перебралась в Чуаши. Работала, воспитывала детей, внуков, словом, жила счастливо и радостно. Вот только воспоминания никуда не делись. И спустя 70 лет каждый свой блокадный день она видит, как наяву. Тех, кто видел это своими глазами, в Чуаши осталось всего 90 человек. Большинство из них война застала в детском возрасте. Кто-то провел в осажденном городе все 872 дня. Кого-то успели эвакуировать. Но каждый из них имеет безусловное право на все почести, положенные участникам Великой Отечественной войны, как жители блокадного Ленинграда. Памятным знаком в честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады награждает город на Неве своих граждан. И тех, кто живет в Санкт-Петербурге по сей день. И тех, кого война разбросала по всей нашей необъятной родине. Чувашия за годы войны приняла более тысячи маленьких блокадников. В государственном министерическом архиве Чувашии сохранились списки детей, прибывших из Ленинграда. Против фамилий многих из них отмечено родителей умерли или сведений нет. Есть в списках дети с отметкой ранен, без руки, с ранением, правое колено, сильно, ослаблен и тому подобное. Маленькие ленинградцы были распределены в чувашские семьи и детские дома. Несмотря на то, что люди жили на скудном байке, не хватало самого необходимого, все уходило потому, что на фронт. Они несли эвакуированным детям все, что могли. И кормили, и ухаживали, и согревали своими сердцами сиротские души. Антонина Соколова всю блокаду прожила в Ленинграде. Отец умер в 1942-м, а в 1946-м мать осудили за проживание на территории, захваченной немцами. Воспитывалась в детдоме. У Зинаиды Якимовой отец умер от голода, мать погибла при бомбежке, сестра попала в немецкий плен. И лишь ее саму эвакуировали в Чувашию. 70-летие снятия блокады – Ленинградский день победы. Над голодом, над страхом, над смертью – тоже праздник. Но не со слезами на глазах. Те, кто выжил в блокаду, не плачут. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. К другим новостям. В 2014 году в Чувашии расходы на культуру увеличатся на 129,5 миллионов рублей. Мероприятия Года культуры в республике совпали с подготовкой к празднованию 550-летия основания Чебоксар и столетия образования чувашской автономии. Сенатор Чувашия Галина Николаева по телефону прокомментировала нашей телерадиокомпанией увеличение финансирования по разделу «Культура». Работники культуры жителей республики от Года культуры ожидали усиление внимания к сфере культуры, увеличение расходов на укрепление материально-технической базы и, разумеется, повышение заработной платы. Ожидания оправдались. Бюджетные ассигнования по разделу «Культура» в 2014 году составили 628,5 миллиона рублей. Это 1,8% от общего объема республиканского бюджета. В соответствии с планами мероприятий по проведению Года культуры на реализацию подпрограммы развития культуры Чувашской республики предусмотрено направить 504 миллиона рублей. Из них на реконструкцию и реставрацию объектов культуры 67 миллионов, на ремонт сельских культурно-досуговых учреждений 22,7 миллиона, на охрану культурного наследия выделено 6,8 миллиона рублей, на обеспечение деятельности библиотек 66 с лишним миллиона, 48,6 миллиона рублей, на обеспечение деятельности музеев. На обеспечение роста зарплаты работникам учреждения культуры предусмотрено выделить 70 с лишним миллионов рублей. Серьезное ЧП произошло в эти выходные в селе Антипенко Порецкого района. Там до тла сгорел жилой дом. Последствия пожара оказались серьезными. Хозяева не успели выбраться из дома. Их тела обнаружили на пепелище. Инспекторы выяснили, что за супругами уже давно закрепилась дурная слава. Они часто выпивали. Причем сотрудники МЧС неоднократно приходили к ним и предупреждали о возможных последствиях. Основной причиной пожара сейчас называют неосторожность при курении. Мы рассматривали все возможные версии. Методами исключения исключалась одна за другой. В том числе, значит, при осмотре места пожара каких-либо следов аварийного режима работы электрооборудования обнаружено не было. Данный дом посещался неоднократно сотрудниками МЧС. По материалам их посещения, значит, каких-либо нареканий в сторону отопительной печи также не было выявлено. Поэтому тут основная версия рассматривается неосторожность при курении. Неосторожность при курении стала причиной еще одного пожара. В воскресенье в одном из коллективных садов Чебоксар сгорел дачный домик. Никто не погиб, но огонь уничтожил строение полностью. Здания, которые находились по соседству, благодаря оперативности брандмейстеров, не пострадали. Всего же с начала года в республике произошло 68 пожаров. В огне погибли 11 человек. По-прежнему отмечают в МЧС, в Чувашии часто горят бани. Ведомстве просят соблюдать правила пожарной безопасности. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Каким с экономической точки зрения стал год предыдущий и как будем зимовать в оставшиеся холодные месяцы года нынешнего, об этом сегодня шла речь на еженедельном совещании у главы республики. В году ушедшим было всякое. Положительные тенденции и отрицательные. Однако в целом основные показатели пошли в рост. Отметили на заседании. В республике запустили несколько новых производств. Жилья стали строить больше, зарплаты выросли. В том же направлении устремились объемы розничной торговли и платных услуг, которые оказывают населению. Министр экономического развития Владимир Аврелькин все же разбавил этот оптимизм. Более 100 недостигнуты в прошлогодний уровень по выпуску промышленного и сельскохозяйственного производства. Снизилась инвестиционная активность. Так, в 2013 году индекс промышленного производства составил 95%. Наибольшее снижение объема производства произошло на предприятиях концерна и тратарные заводы. Производ стальной продукции на промлите снизился на 27, тогда как в 2012 году это одно из прибыльных предприятий было республики. Отчасти так каукнулась региону возросшая конкуренция в условиях ВТО. Кроме того, сказалась неспокойная ситуация на Ближнем Востоке, отметил министр. Сложным стал 2013 и для сельского хозяйства. Картофеля собрали на 29% меньше. Урожай зерна тоже не дотянул до прошлогоднего уровня. А цены на продовольственные товары были, хоть и незначительно, но выше, чем в среднем по стране. Так или иначе, 2013 закончился. А от конца зимы ждать еще долго. Отопительный сезон в самом разгаре. Здесь, судя по всему, все идет по плану, без серьезных аварий, ЧП. Однако в этом самом плане, к примеру, в Чебоксарах, отключений стало больше. Основной причиной роста плановых отключений систем теплоснабжения является их физический износ, что составляет 76%. Коммунальных сетей 330 километров. В год мы ремонтируем около 10 километров, что составляет около 3%. Считаем, нужно рассмотреть вопрос о принятии инвесторопрограммы, который позволит увеличить количество километража на ремонт. Еще одна болевая точка – долги. Особое внимание в ходе отопительного сезона также уделяется вопросу погашения задолженности за потребленные энергоресурсы. За должность организации жилищно-коммунального хозяйства за потребленные топливные энергоресурсы составляет на сегодняшний день 2 миллиарда 334 миллиона рублей. Ну а теперь о том, за что платить не надо. Абсолютно бесплатно все желающие могут принять участие в лыжне России. От жителей требуется только средство передвижения и хорошее настроение. Старт намечен на 2 февраля. Трасса уже готова, сообщили на заседании. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Морозный воскресный день, не время сидеть дома. Так решили многие спортивные семьи Чуваши и собрались на лыжной базе, где прошли соревнования по лыжным гонкам на призы главы республики. С поклонниками зимних видов спорта познакомилась и наша съемочная группа. Кто-то только научился стоять на лыжах и делает первые робкие шаги. Кто-то почти профессионально катается и прямо-таки рвется на старт. В споре спортивных семей важен командный дух. Это эстафета, когда от работы каждого на лыжне зависит успех. Семья Киргизовых в лыжном спорте не новички. В детстве и мама, и папа участвовали в чемпионатах республики. Сын занимается самбо, но и лыжи уважает. Морозная погода не проблема. Этих стартов ждали с прошлого года. Ходим с семьей по выходным на лыжах. Любой спортсмен надеется на победу. Ради этого мы приходим, но самое главное – здоровье. Маша Кириллова уже 4 года участвует в этих соревнованиях. В школе занимается в лыжной секции, а в будущем хочет стать профессиональной спортсменкой. Мне очень нравится на лыжах кататься, я тренируюсь в школе. Мы на этих соревнованиях всей семьей. Папа Вова, жена Валентина и дочка Мария. Особо сильно не тренируемся, просто походными шагами гуляем. Всего в лыжной эстафете, несмотря на резкое похолодание, приняли участие 23 семейные команды из разных уголков республики. Я приветствую всех вас в такой морозный, хороший зимний день на сегодняшних соревнованиях. Я благодарен, прежде всего, родителям, благодарен детям. То, что формирует себя. Я желаю положительных эмоций, старта. Я уверен, абсолютно все до финиша дойдут. Победителями в категории семья с двумя детьми стала семья Кусковых из Красноармейского района. Среди семей с одним ребенком до 10 лет лучшими стали чебоксарцы и Шуткины. Среди команд с ребенком до 15 лидировали Васильевы из Новочебоксарска. Победителям вручили дипломы, ценные призы и наручные часы от главы Чувашии. Татьяна Молокова, Оксана Александрова, Николай Яковлев, Республика. В Чувашии чествовали чемпионов. Более ста гостей, среди которых спортсмены, тренеры, журналисты, ветераны и руководители физкультурно-спортивных учреждений Федерации собрались в физкультурно-оздоровительном центре «Росинка». 2013 год был богат на спортивные события и яркие победы наших спортсменов. Впервые Республика принимала эстафеты Всемирной летней универсиады и Зимние Олимпиады Сочи-2014. Достойно выступили наши спортсмены на многих международных соревнованиях. Почетное звание «Заслуженный тренер Чувашской Республики по тяжелой атлетике» было вручено тренеру-преподавателю детско-юношеской спортивной школы физкультурно-спортивный комплекс «Присурьи» Ядринского района Зиновию Неополимскому. Наградили и лучших спортсменов. По итогам соревновательного года ими были названы Алина Прокопьева, Татьяна Семенова и Екатерина Краснова. Елена Муратова, я почувствую, ощущаю, что она здесь и все духовные силы чувашского народа у нее в Сочи, где она уже участвует в сборной команде Российской Федерации. Спорт есть спорт. Я думаю, она достойно, участвуя в своем виде спорта, одержит победу. И мы достойно с этой победой встретим на нашей чувашской земле. В номинации «Лучший тренер года» были награждены Михаил Кузнецов, Олимпиада Иванова и Анатолий Акимов. Еще три тренера – Валерий Васильев, Светлана Морозова и Надежда Тонина удостоились звания «Лучший тренер спортсменов по адаптивному спорту». По итогам народного голосования, который проходил в конце года на сайте Минспорта Чуваши, победителями признаны Андрей Андреев и Максим Иванов. Победителей школы «Пресс-2014» назвали в минувшие выходные в Новочебоксарске. Инициатором межрегионального конкурса школьных газет является издание «Грани». В республике он проходит уже в восьмой раз, но впервые под эгидой Мининфорполитики Чувашия и впервые настолько широко. Конкурс значительно расширил границы и количество участников. Это почти все по Волжье, Тюменская и Самарской области, Краснодарский край и не только. Юнкоры из 21 региона страны прислали свои работы в Чувашию. Ольга Григорьева встретилась с участниками школы «Пресс-2014». На церемонию награждения в Ночебоксарскую музыкальную школу смогли приехать только школьники республики. То ли погода скорректировала планы, то ли дорога дальняя напугала. Главный критерий оценки в школе – «Пресс-самостоятельность». Потому что были и в прошлые годы газеты, которые выпускают учебные заведения, на выпуски которых участвуют либо преимущественно взрослые, либо только взрослые, либо при малом участии детей. Для нас же важно было, чтобы в этом процессе были задействованы именно ребята. Чтобы они писали, чтобы они снимали, чтобы они верстали, чтобы они, может быть, каким-то образом макетировали эти страницы. Перед долгожданным моментом, когда в Большом зале назовут имена победителей, мастер-классы, чтобы узнать о тонкостях газетной и интернет-журналистики. Формат у каждого мастер-класса свой. Где-то предпочитают более официальную обстановку, где-то придерживаются свободного стиля. Мы хотели, чтобы дети были в нашем круге со всеми. Мы поэтому посадили всех рядом с собой. Мы хотели, чтобы атмосфера была как можно проще, как можно интереснее для нас в общине. Ответить на вопрос, что такое хэштег для большинства собравшихся на мастер-классе по интернет-журналистике не представляет труда. А вот как написать так, чтобы к тебе пришли за одним только словом, не пропустили в бездонном море информацию, именно твою, куда сложнее. Разобраться в азах журналистики помогают те, кто сам уже долгое время в профессии. Журналисты местных и федеральных СМИ, которых успели удивить юнкоры. Народ собралось много. Я думал, будет человека четыре, а их было сорок четыре, если не больше. Это во-первых. Во-вторых, понравились вопросы. То есть ребята задавали уже вопросы по делу, абсолютно профессиональные, абсолютно нормальные. То есть интересовала и этическая точка определенных вопросов интернет-журналистике, и, скажем так, технические какие-то моменты. Абсолютно на всех мастер-классах общение проходит легко. Здесь открыто делятся мнениями. Порой не соглашаются и опровергают. Но с блеском в глазах говорят и слушают. Мотают на уз, ведь чужой пример другим наука. Самая распространенная ошибка, самые распространенные, вот все пытаются копировать уже существующее издание. То есть взрослое издание. Первая страница официальщина. Директор что сделал, директор куда поехал, с кем встретился. Вам же интереснее читать о себе. До церемонии награждения имена победителей школы пресс держатся в секрете. Наконец, заветный час наступает. Министр информационной политики Чуваши своим напутственным словом открывает торжество, желая ребятам постоянства в стремлении быть лучшими. Даже если кто-то из вас не станет журналистом и никогда не скажет свою жизнь журналистикой, все равно вы никогда не пропадете. Потому что вы активные, вы ищущие, вы интересующиеся, вы не безразличные. Вы лидеры. Чтобы стать победителем и получить награду школы пресс, редакция школьной пары из Маргаушского района проделала долгий путь. А на нем были и другие победы. Лично я, если говорить о себе, то я пишу о проблематике именно самих детей. О том, что их интересует, о том, что они хотели бы узнать. Часто я затрагиваю такие большие проблемы, как взаимоотношения родителей и детей. На церемонии чествует абсолютно всех участников конкурса «Школы пресс». Каждый должен уйти отсюда с настроением и настроем, чтобы впредь строчить шедевры сначала в школьной, а потом, возможно, и федеральной газете. Ольга Григорьевна, Андрей Шоклев, Республика. Чувашское отделение Сбербанка России подвело итоги конкурса среди СМИ. Лучшим журналистам, освещавшим в течение 2013 года финансовые и экономические темы, вручили премии. Торжественная церемония прошла сегодня в Чебоксарах в Музее сберегательного дела. Одними из победителей и обладателями премии Сбербанка в этом году стали и наши журналисты. В этом году на конкурс было прислано 16 работ. Организаторы отметили, что их количество, а главное – качество радует год от года. Для нас крайне важно, чтобы жители республики через средства массовой информации максимально объективно и открыто получали ту информацию, которая им интересна по работе банка. Константин Киргизов признался, что каждую работу оценивала специальная комиссия, среди которых были сотрудники Минэнфон политики Чувашия. Решили места не присуждать. Каждый финалист конкурса «Деловое перо» достоился приза в отдельной номинации. Отметили сегодня и труд журналистов национального телевидения Чувашия. Дипломы, денежный приз за лучший видеосюжет вручили редактору Галине Титарчук. Спасибо большое. На днях стартовал республиканский месячник оборонно-массовой и спортивной работы. Его открыл турнир по армспорту «Памяти Николая Поручикова». Соревнования проводятся второй год подряд. Почтить память майора милиции, погибшего в Чеченской республике, собрались школьники со всей Чувашии, участники соревнований, родственники, коллеги и друзья. В Большекотрайской школе Чебоксарского района второй год подряд проходит республиканский турнир по армспорту «Памяти героя-земляка». Николай Поручиков из числа настоящих героев. Защищая Родину, он отдал самое дорогое – свою жизнь. В марте 2011 года для выполнения служебно-боевых задач в составе мобильного отряда МВД России был командирован в Республику Дагестан. Через месяц майор милиции Николай Поручиков погиб в неравном бою в городе Хасавюрт. Ему было всего 36 лет. То молодое поколение, которое поступает в наши ряды, должно быть достойно, как его подвига, ну и равняться, конечно, на Николая. Николай Поручиков как раз из тех, хотя его рядом с нами нет, но он все равно с нами и помогает воспитывать в нас вот этот дух, силу, стремление и стремление к победе и достижение победы. Накал страстей на соревнованиях был нешуточный. Каждый стремился к победе изо всех сил. Лучшими в командном зачете стали ученики в Романсюктерской школе Чебоксарского района. Абсолютным чемпионом среди юношей ученик 59-й школы города Чебоксары Антон Шершов. А среди девушек первой стала Наталья Пыркина, учащаяся Кугейской школы номер один. Когда соревнования закончились, все собравшиеся возложили цветы к могиле Николая Поручикова. Татьяна Трофимова, Игорь Поручиков, Евгений Анисимов, Республика. Санет. Ресторан с таким поэтическим названием открылся в Чебоксарах. Большое разнообразие блюд и уютная атмосфера заведения стали приятным открытием для горожан. Санет – это ресторан, где можно вкусно поесть, отдохнуть с душой и отметить события. Репортаж об открытии ресторана и работе выставки продажи меховых изделий смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До свидания. Вот так под бурные аплодисменты гостей началась жизнь ресторана Санет. Здесь все, начиная от кухни и заканчивая интерьером, пронизано изысканностью и утонченностью. Официально в ресторане представлены русская и европейская кухни. Но наряду с ними в заведение будут подавать и забытую чувашскую, заверил директор. В основе блюд лежат элементы чувашской национальной кухни. Например, вторые блюда сопровождаются гарнирами. Чувашские блюда, оказывается, они постоянно нами используются. Мы просто не знаем, что это чувашские блюда. А то, что мы будем использовать только наши национальные продукты, мы сразу решили, что только свежая, только волжская, ничего привозного, только наши сельхозпроизводители. Свежайшие продукты и современное оборудование позволяют готовить качественные блюда и даже делать свой сыр и выпекать хлеб. Здесь подают только волжскую рыбу и чай лучших сортов. Санет предлагает три уютных зала. Два, расположенные на первом этаже, оформлены в стиле ирландской готики на 38 человек. И один на 26 персон на втором. Зал оформлен в стиле русского классицизма. Мы видели немало ресторанов и кафе неприличного уровня. Как мы говорим, в Москве в основном, ближе к нам. Да, производят приятные впечатления. Очень даже красиво, серьезно. Я пожелаю, конечно, этому ресторану прекрасному на первое время, на первый взгляд, говорится, на всю оставшую жизнь быть таким же прекрасным, красивым заведением. Не надо быть таким специалистом и понимать, что здесь будет очень большое разнообразие вин. Причем со всего мира. Пожелать я ему могу процветание, конечно. Дегустация напитков, живая музыка и зажигательные танцы – яркое начало работы ресторана. Те, кто не успел на открытии, могут посетить ресторан с 9 до 11 вечера по адресу улица Текстильщиков, дом 13А. Телефон бронирования столиков 38 54 80. Самая комфортная одежда зимой, особенно для нас, для женщин, это, конечно же, шуба. Главное найти качественную, удобную и теплую. Именно такие есть на ярмарке «Шубный край», которая проходит в ДК «Химик» города Новый Чебоксарск с 21 января по 3 февраля. На ярмарке более двух тысяч моделей. Стильные и роскошные нарковые шубы в воплощении грез каждой женщины. Огромный выбор из мутона – от классики до авангарда. Здесь не просто шубы, это элегантные меховые пальто, которые благодаря уникальным лекалам отлично садятся по фигуре. Размеры от 40 до 72. Цены от производителя. И на мутон начинаются от 9 тысяч рублей. К тому же можно приобрести в рассрочку. Что хотят покупательницы? Чтобы шуба была теплой. И красивые, конечно, хоть и старые, но все равно хочется одеться, ну, помоднее, выглядеть помоложе, конечно. Меховая ярмарка «Шубный край» ждет вас 21 января по 3 февраля в ДК «Химик» город Новый Чебоксарск. Меховая ярмарка «Шубный край» Продолжение следует...